Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Прямо на немецкие позиции, на эшелоны. Штурман Марина Роскова подготовила и отправила на фронт три авиаполка. С 1942 года она формировала особую женскую авиагруппу, в числе которых были бомбардировщики и истребители. Для бомбардировщиков разрешалось после 400 боевых вылетов подавать документы на награждение званием Героя Советского Союза и награждение золотой медалью. А вот девушки сами для себя решили, будем подавать документы только после 800 вылетов. 25 летчиц были удостоены звания Героя Советского Союза. Сама Марина Роскова высокое звание Героя Советского Союза получила за беспрецедентный полет из подмосковного Жуковского на Дальний Восток. 26 часов. Тогда ей, штурману, пришлось прыгать с парашютом и две недели пробираться к своим. Майор Роскова погибла под Саратовом в авиакатастрофе 4 января 1943 года при перелете в сложных метеоусловиях на фронт во главе 3-й эскадрильи полка. Ей было 30 лет. Браг захоронен в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. Именем Марины Росковой названы не только улицы и сквер в нашем родном городе Саратов, но и улицы во многих других городах. Площадь в Москве – Тамбовское высшее военно-авиационное училище. Марина Роскова – первая среди женщин СССР, совершила подвиг, прославивший всю страну.